Вайджаг. 2007. Ликвидационная команда распродает землю урайной. Мар. 17. 2015-2052. Ну, вот и началось то, о чем так давно предупреждали большевики. Марионеточный киевский режим начинает масштабную распродажу украинской земли. Для начала Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует приватизацию 254 починенных ему предприятий. Добавляя при этом, что после реорганизации еще 158 предприятий, они также будут приватизированы. Об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленько. Напомним, сейчас в подчинении Министерства АП находится 571 предприятия. Приватизация 412, 254 плюс 158 предприятий – это продажа практически. Всех аграрных активов государства. При этом, как обычно, чиновниками рассказывается, что только 20% от общего количества всех предприятий являются прибыльными, все остальные давно изъяты из реальной экономики, эти предприятия находятся либо на стадии ликвидации или в стадии банкротства, или находят в ужасных судах и убытках как и таковых. То есть продолжают рассказывать сказочки из 90-х про эффективного частного собственника, хотя согласно исследованию Института экономики и прогнозирования после приватизации, анализ результатов приватизации за 10-летний период показывает, финансовые показатели подавляющего большинства приватизированных предприятий ухудшились. Я давно говорю, если Яценюк и Павленко утверждают, что государственные предприятия плохо управляются, то это не вина государства, а вина Яценюка и Павленко, потому что именно они, а не абстрактное государство, осуществляют управление отраслями. И если они управляют неэффективно, то Яценюку, Павленко и прочим аферистам просто не место в государственном управлении. Пусть идут работать дворниками или осенизаторами. Из анализа всего, что делает марионеточная киевская хунта, вывод только один, в их задачи не входит спасение экономики Украины, их заокеанские хозяева требуют только продолжения войны любой ценой, даже ценой смерти Украины и гибели большинства украинцев. Напомню, ранее Ереська и Абрамовичу заявляли о начале масштабной приватизации государственных предприятий. При этом они признавали, что в текущих условиях никто реальную цену не даст, поэтому фактически признали, что будут продавать за гроши. Ликвидационная комиссия. У меня нет другого названия для этого правительства. Скачите дальше. Патриоты, вы являетесь сообщниками окончательной распродажи Украины с молотка. На фотографии Марк Мобиус, глава инвестиционного фонда Франклин Темплтон, владеющего значительной частью внешнего долга Украины. Запомните это лицо. Именно он, и такие как он, и поимеют Украину в результате. Слава Хунте! Александр Роджерс, специально для News Front Rights Commissariat Ukraine, Failed State Пятая колонна, глобализация, село Deconstruction of Ukraine Leave a comment, read comments 11 11 12 13 14 15 20 21 22